Добрый вечер! Эфир телеканала Катунь-24 продолжает выпуск новостей. Итоги этого дня вместе с вами подведу я, Антон Скаль, вот главные темы. Велодорожки, парковка и детские площадки. Работы по благоустройству Барнаула начали в рамках проекта «Комфортная городская среда». Какие территории обновят свой облик, расскажем в выпуске. Суд закончил слушать свидетелей по делу о смертельном ДТП в Барнауле с участием БМВ. Сегодня на очередном заседании начались премии сторон. Новый фильм алтайского режиссера Евгения Бедарева теперь могут увидеть зрители. В прокат вышла комедийная фэнтези «Домовой». Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко сегодня и завтра работает в Татарстане. О днем ранее алтайские производители сельхозтехники презентовали свою продукцию в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики. Алтайский край представляли менеджеры компании «Рубцовский завод запасных частей», «Агроцентр» и «Сисорт». Они рассказали о планах продвижения на рынок Татарстана сменных рабочих органов для российской и зарубежной сельхозтехники, современное почвообрабатывающее посевное оборудование и фотосепараторов для точной сортировки семян. Алтайская делегация также посетила Казанский маслоэкстракционный завод. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов отметил, что министерство открыто к сотрудничеству и пригласил гостей с Алтая на дни поля, которые пройдут в республике в июле. Ускорить процедуру выплаты долгов по заработной плате и создать эффективную систему правового просвещения в регионе – эти и другие предложения озвучил сегодня на заседании Краевой общественной палаты уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Он представил доклад о деятельности по итогам минувшего года. Краевому законодательному собранию предложено поддержать инициативу по внесению изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации. Суть в том, чтобы в случае банкротства предприятия приоритетом было покошение долгов по заработной плате перед работниками. Сейчас законодательство относит это к выплатам второй очереди. Мы считаем, что это не в интересах граждан. Это в некотором роде нарушает их права на оплату труда. И предлагаем все-таки перевести их в первую очередь выплат. Это даст возможность рассчитываться прежде всего с людьми, предприятиям, банкротам, их конкурсным управляющим. И после этого только платить налоги, платить банковские кредиты, ну и так далее. В целом Борис Ларин оценил ситуацию с защитой прав граждан в Алтайском крае как стабильную, несмотря на то, что количество обращений к уполномоченным остается на высоком уровне. За прошлый год зарегистрировано почти 2000 жалоб. Они связаны с работой жилищно-коммунального хозяйства, социальным обеспечением, трудовыми отношениями и деятельностью правоохранительных органов. В среднем по трети обращений получены положительные решения. Четвертое заседание по делу смертельного ДТП на проспекте Ленина прошло сегодня в суде Центрального района. Напомню, виновнику аварии, водителю БМВ Александру Руденко, грозит до 9 лет лишения свободы. Сегодня прошли прения сторон. О том, что было на заседании, расскажет мой коллега Вадим Слюсарев. Закончилось четвертое заседание по делу Александра Руденко. Сегодня стороны участвовали в прениях. Так, гособвинитель просил учесть то, что вина Руденко полностью доказана. И просил наказание в виде 8 лет и 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Потерпевшие также просили суд о максимальной мере пресечения. Также они отметили, что Александр Руденко ни разу не принес своих извинений лично. Смягчение? Я не вижу. Какое может быть смягчение? Тебе правосудие и так смягчает. 9 лет же максимум, что за это грозит. А то, что у меня нет нелюбимой жены, нелюбимой дочери, я не вижу смягчения. Сторона защиты просила учесть все смягчающие обстоятельства, а именно наличие у Руденко несовершеннолетнего ребенка. Также учесть отсутствие в рену удерживающих детских кресел. Одна к совокупным доказательств, которая была исследована в ходе судебного заседания, в том числе и обнажительные антиотехнические экспертизы. Обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия свидетельствуют о том, что причиной дорожно-транспортного происшествия явилось не то обстоятельство, что дети были не пристегнуты и их перевозка в автомобиле осуществлялась без удерживающих устройств, а причиной данного дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение Руденко правил дорожного движения. На следующем заседании подсудимому дадут последнее слово, после чего судья объявит свой приговор. Суд состоится 17 апреля. Вадим Слюсарь, Веденис Кузьменко, новости. Работы по благоустройству Барнаула начали в рамках проекта «Комфортная городская среда». Напомним, жители города путем голосования сами выбирали, какие территории будут благоустроены в этом году. Подробнее расскажет Полина Жданова. На тротуарах велосипедисты скоро перестанут пугать прохожих своим внезапным появлением из-за спины. В Барнауле на длинной аллее по улице Георгия Исакова появятся первые велосипедные дорожки. Их обустроят в рамках проекта «Комфортная городская среда». Также облагородят и пешеходную зону. Кроме аллеи, в этом году благоустроят 83 дворовые территории по всему городу. Голосовали за них сами жители – более 60 тысяч человек. Хотелось бы отметить, что жители очень много территорий предлагали нам для благоустройства. Но наибольшее количество забрали, конечно, территории по Георгии Исаковой и Памфеусов-22. На Георгии Исаковой обновят дорожное покрытие, высадят деревья, кустарники, появится газон. Также поставят новые скамейки и освещение. Уже этой осенью на месте этого старого полуразвалившегося каменного извояния появится новый современный красивый фонтан. Он будет оснащен цветными светодиодами и динамичной многоуровневой подачей воды. И это еще не все, что ждет сквер на улице Памфиловцев. В сквере поставят фонари, благоустроят детскую игровую площадку, оборудуют новую парковку рядом с магазином, чтобы семьям было удобно и безопасно гулять возле дома. Также на Памфиловцев станет больше деревьев и кустарников. Дорожное покрытие будет гладким, чтобы дети могли кататься на роликах и самокатах. Правда, дизайнеры обеспокоены сроками. Им хочется, чтобы работы начались как можно раньше. Объем, если про Памфиловцев опасения может быть и не вызовет, что здесь 750 квадратных метров в границе муниципальной, то на Георгии Исакова порядка 9 гектар. Это очень большой объем. В настоящее время проходит сверкосметные документации. Работы по благоустройству территорий начнутся сразу после проведения аукциона по отбору подрядных организаций. Ожидаемые сроки выполнения всех работ с июня по ноябрь 2019 года. Полина Жданова, Михаил Лифуншан, Новости. Активисты железнодорожного района Барнаула провели репетицию чистого четверга. Занялись уборкой улиц уже сегодня. Всего за день такой экологической акции собрано почти 350 мешков листвы, веток и мусора от проспекта Красноармейского до Молодежной. На уборку вышли городские и общественные организации. Студенты-активисты, сотрудники городского зеленого хозяйства и автодора, а также члены Союза пенсионеров железнодорожного района. Какая-то прошлая жизнь нас движет этим. Потому что вот в субботнике мы всегда по молодости работали и на работе, и везде встречались. И нам нравится встречаться вот на субботниках. У нас какой-то задор появляется. Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Алтайском крае их осталось чуть более 300 человек. Более десятка тысяч концлагерей действовало в Германии и на оккупированных ей территориях в годы Второй мировой войны. В нацистский ад попали сотни наших земляков с Алтая. О том, что мертвым грузом повисло в памяти одного из бывших узников в материале Евгении Князевой. Ужасы фашистского концлагеря он вспоминает так, будто это было еще вчера. Зимой 1942 года Евгения Шульца забрали в трудовой лагерь. Его семья жила в Ростове-на-Дону. Когда фашисты бомбили Донскую столицу, Евгений Фердинандович был 11-летним мальчишкой. После захвата города немцами его отправили в Марбург. Там он наравне со взрослыми строил рудник. Били за всякую провинность. Не так повернулся, не так встал. Да еще такое устраивали. Там это у нас был самый гаулятор, у него без руки, под Ростовом говорит. Узнал, что я из Ростова. Ростов, Ростов, бах, бах. После от работы мы там придем, значит, еще гоняли там это самое. Ну, издевались. Голод, жестокий каторожный труд, постоянные избиения. Это то, что осталось мертвым грузом в памяти Евгения Фердинандовича на всю жизнь. Сейчас он признается, что и после победы над фашистами и их освобождения еще несколько лет ни он, ни члены его семьи не понимали, что действительно свободны. И пешком мы шли в ту часть Германии, которая была оккупирована. Ну, в частности, мы прошли через Австрию пешком. И в Венгрию, и в Венгрии, в Янашхазе был лагерь. Там, говорит, ты, блин. И вот там я встретился с матерью. Сегодня в нашем регионе проживает 321 бывший узник фашистских концлагерей. У всех разные судьбы, и у каждого свои воспоминания о войне. Но объединяет их сейчас, как и 70 лет назад, одна светлая мечта на всех, чтобы ужасы Второй мировой войны больше никогда не повторялись. Евгения Князева, Сергей Седых. Новости. Новый фильм алтайского режиссера Евгения Бейдарева теперь могут увидеть зрители. Он вышел сегодня в широкий прокат. Это семейная комедийная фэнтези «Домовой». В фильме рассказано об отношениях обычной семьи со сказочным существом. По сценарию мама и дочка переезжают в новую квартиру, а в ней уже живет «Домовой», который новым жильцам совершенно не рад. Наладить общение с «Домовой» может только кот. Его, кстати, озвучивает актер Павел Деревянко. А сыграли его сразу два артиста из Кошачьего театра Куклачева. В фильме использована современная компьютерная графика, спецэффекты. Добавлю, Евгений Бедарев работал журналистом в Барнауле, потом уехал в Москву в качестве режиссера. Одну из известнейших своих работ, фильм «Пока цветет папоротник», он снимал на Алтай. Большинство жителей края давно достали мангалы и решетки. Кто-то уже открыл сезон пикников и шашлыков. Кстати, на ближайшие дни синоптики обещают хорошую погоду. Подробнее о том, как подобрать место, чтобы не нарваться на штраф, и как приготовить вкусный шашлык в материале Елизаветы Коневой. Шашлык – любимое блюдо на отдыхе. Правда, готовить его умеют не все. И уж тем более выбирать мясо. За советом мы обратились в магазин «Мир шашлыков». Если вы приходите на рынок, то, чтобы определить качественное мясо, крестьянское, либо это промзабой, соответственно, лучше попросить продавца, чтобы он показал коричную часть. Ни пичка, ни химия, ни чем. Цвет естественный. Приступаем к правильной нарезке. И здесь тоже немало секретов. Вот обычный кусок, да, но с него можно получить ребра, можно получить балык на ребре и балыковую часть. Простым языком – мякоть. И нарезать нужно крупно. Такие куски остаются сочными даже после жарки. Секрет маридата выдавать не будем. У каждого повара он свой. Кстати, если у вас нет времени, купить уже замаринованное мясо можно у наших профессионалов. Приступаем к жарке. Только для начала подготовим угли. Самое главное, у всех ошибка получается, да, там они в кучу или неравномерно. Нужен равномерный жар, чтобы был. Ну, обязательно, чтобы мясо получилось прожаренным, не подгорелым. И жар должен быть не прям полыхать. Огня вообще не должно быть, потому что мясо начинает гореть. Пока готовятся угли, займемся мясом. Необходимо убрать лук. Он первым подгорит и испортит вид блюда. Так, одеваем равномерно, чтобы все было. Тут мясо есть на все вкусы, что угодно. Прям от постного до средней жирности и жирная. Приступаем к жарке, предварительно подготовив рабочее место. Решетка – это как бы как гриль идет. То есть на нем намного легче. То есть для человека, который никогда не сталкивался с этим, то есть ему проще будет жарить именно на решетке. Такой способ более безопасный и удобный. Мясо точно не упадет на угли. Жарим, не отходя от мангала. Постоянно следим и вовремя переворачиваем мясо. Под рукой всегда держите бутылку воды. Кстати, о безопасности. Место для пикника тоже следует выбирать внимательнее. Штрафы за разведение костра в неположенном месте немалые. Запрещается разводить костры в местах, где есть хвойный молодняк, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Если все эти нарушения совершены в лесопарком, в зеленом поясе, это как раз вот близлежащие леса в черте города Барнаула, излюбленное место граждан для пикников, там уже значительно возрастают штрафы. Сумма награждена от 4 до 5 тысяч рублей. Возвращаемся к шашлыку. Проверяем на готовность. Белое мясо, балык на ребре у нас готов. Готовое мясо необходимо снимать правильно. Раскладываем лаваш, посыпаем маринованным свежим лучком. Берем тот же лук маринованный, посыпаем это все. Лаваш пропитается соками шашлыка и сохранит тепло. Приятного аппетита! Елизавета Конева, Антон Червяков. Новости. Сегодня в Министерстве спорта алтайские моржи подвели итоги прошедшего зимнего спортивного сезона. Олег Чекушкин и Василий Тетерин из спортивного клуба «Природа и человек» показали журналистам завоеванные медали. Рассказали о взаимоотношениях с коллегами из «Белых медведей» и высказали свою точку зрения по поводу пионерского озера. Дмитрий Гладких знает все подробности. Эту россыпь медали завоевали алтайские моржи Олег Чекушкин и Василий Тетерин только за прошедший спортивный сезон. Количество наград впечатляет. 30 марта они завершили выступление на этапах Кубка мира. Всего их было пять. Последний прошел в Петрозаводске. В нем наши алтайские любители зимнего плавания забрали у конкурентов 32 награды. Самым титулованным стал Олег Чекушкин. На его счету пять золотых, три серебряных и одна бронзовая медаль. Девять у Василия Тетерина, пять первых мест и четыре вторых. В активе Александра Зеленецкого одна высшая пробы и семь серебряных. Елена Шелестова также внесла весомый вклад. Шесть золотых медалей, два серебра и три бронзовых награды. Основная задача – это оздоровление населения. У нас еще есть команда, несколько человек, которые решают определенные задачи, ставят планы. Мы планируем посетить какие соревнования, какие этапы Кубка мира, чего достичь и так далее. Помимо медалей, алтайские моржи установили и превзошли ряд достижений в этом виде спорта. Олег Чекушкин по итогам сезона стал обладателем Кубка мира по зимнему плаванию в возрастной категории 55-59 лет. Кроме того, он установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем. Стал рекордсменом России в эстафетном заплыве на наибольшее расстояние, преодоленное пловцами в открытой воде за 7 суток. Его результат – 373 километра 100 метров. Василий Тетерин стал обладателем Кубка мира среди пловцов от 60 до 64 лет. Сейчас сборная Алтайского края состоит в основном из представителей клуба «Природа и человек». Но контакт с коллегами из «Белых медведей» у спортсменов налажен. На последние старты в сборную региона пригласили бессменного лидера Федерации зимнего плавания Александра Зеленецкого. Два спортивных клуба даже тренировались весь сезон в одном месте – на территории Пионерского озера, где у природовцев и медведей были свои дорожки и своя инфраструктура. На последние события, связанные с выселением с территории озера и переносом строений «Белых медведей», у коллег по цеху свое мнение. Они считают, соседей никто не выгоняет. Все это временно и связано только с благоустройством земли вокруг водоема, где совсем скоро появится современный спортивный комплекс, где места заниматься зимним плаванием хватит всем. Ну и никто ничего не пошевелился, никто не пришел к хозяевам с предложением там, с определенным и так далее. Ну вот на сегодняшний день такая ситуация. Ну и когда Александр говорит в средствах массовой информации уже после этого собрания, что мы не можем найти 20 тысяч для того, чтобы вывезти, ну это он кривит душой, это копейки. И перевезти это все он может. И хоть, ну другое дело, пошуметь, попиариться, это тоже он может у нас, все это знают. В заключении встречи с журналистами спортсмены-чемпионы взвесили свои награды. Общий вес завоеванных медалей различного достоинства Олега Чекушкина составил почти 8 килограммов. Василия Тетерина чуть больше 4,5. На этом зимний сезон для представителей спортивного клуба «Природа и человек» не закончен. Останавливаться на достигнутом алтайские моржи не намерены. Впереди выступление в Красноярске и, быть может, на озере Байкал. Готовиться к новому сезону Чекушкин и компания планируют на берегах Катуни, где температура воды в летний период позволяет провести качественные сборы. Дмитрий Гладких, Сергей Балуев. Новости. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и хороших новостей.